Всем привет, с вами Василий Борисович, Никита Петров, мы продолжаем наш матч, точнее, может быть, точнее сказать, что мы играем уже новый матч, в этот раз с совместным комментированием, такой вот эксперимент, посмотрим, что из этого выйдет. Да, есть ли у меня какие-то хотя бы шансы на что-то отыграться, скажем так, где-то запутать ему мозги, и у него время просадится, наверное. Если быть до конца, честно, я как раз рассчитывал, что мне будет легче с совместным комментированием, потому что, когда кто-то говорит, я вспоминаю о том, что я действительно играю партию, и надо все-таки делать ход, а не думать в 30 секунд одними ходом. Ну посмотрим, что получится, тогда я вызываю, наверное, да? Давай, давай. Так, вызвал. Да, вижу. В 5 черный, но сейчас в c5 не пойду, наверное. В этот раз я решил по нефтейс играть. Я играю последние мемы от Кунифси против Петя Андреева в наших дружеских матчах, получается очень плохо, на самом деле. Да, и сейчас в c4 пойдут, и максимальные проблемы будут ставить перед черными. Я слышал, что даже здесь у черных нормально, там, в каких-то, не помню, в каких вариантах, но как-то здесь в черный уравнил. Да, я тоже слышал, но я не знаю, как здесь играть просто. Я тоже ничем помочь не врагу, к сожалению. Со 100? Я тоже помочь ничем не могу, я не помню. Не то, что не помню, наверное, тоже не знаю. Вот что-то такое, вот, по-моему, и надо играть за черных. Да, я сейчас e5 похожу, и, в принципе, у белых никакого перевеса не будет. Да, пожалуйста. Это д4, это уже, конечно, более конкретный подход, надо уже задумываться. Да, я хочу, наверное, сказать d5 и конь d4, такая идея. Ну, идея, я не знаю, я не очень смотрел за идеями, я просто хотел в 2-3 ноляла бежать, или, ну, слон b5 не звенул, то есть, на где-то c6 есть вход. У белых сейчас есть переход в эндшпиль, то есть, конь e5, dE, слон b5, ты должен играть c6, взяли-взяли, ферзь d7, и у белых структура лучше, наверное, туда я пойду. Да, не то чтобы структура, это может быть очень близко к большому перевесу, все-таки. Ну, я не знаю, большой-небольшой, но структура приятная. И ничего, я сейчас могу привязаться к пункту c2, ферзь слон b3 единственный, да? Ну, я слон b4 собирался. А, слон b4, да. Это, кстати, важная идея, потому что мог еще вместо ферзь d7 какого-нибудь d4 играть сразу, и пришлось бы уже раз слон b4. Да, идей пока на конструктивные ходы сильно нету. Может, блять, как-то слон b4 поставит. Да, поставят, поставят станок, там, 2-0, или слон b3, 3-0, белым дает перевес где-то плюс 2, наверное, там. Ты считаешь здесь плюс 2, я считаю, что все белый маленький перевес. У черных все фигуры неплохие, структура ужасная, конечно, но... Мне кажется, что объективно это не так хорошо. У черных очень удобное развитие. Единственная проблема, довольно серьезная, правда, это то, что все пешки дрова, я с ним... Как ты удачно подменяешь, то будет большой перевес, да, ну, это, проще сказать, чем сделать. Но ты удачно не подменяешь, да? Я не умею, да, удачно подменивать, к сожалению. Это очень важное качество. Давай, ладья а на d1, король c7, там, и просто ладья f на e1, и как бы... Или сразу ладья f на e1, конкретный вопрос задавай. Ну, да, я думаю, если сразу напасть на пешку, действительно, что-то будет. Только, наверное, точнее ладья а на e1, потому что на ладья f на e1 конь g4 какой-то. Да, у меня везде проблема с пунктом f2, это правда. У меня простая игра на перевес, это ладья b8 какой-то, да? Не, уже нету этой игры. Я хочу как-то, может быть, конь a4, как-то, выиграет, словно, c5, может, туда с его выбить, а то... Так я теперь тебе не дам специально. Ну, дать вам это как-то и запишка, а в чём идея? Да, блин, f2. Только без чертополевого слова. Это опасная идея. Да, давай, слой e3 и конь c5, не засамбрая, чтобы вообще... Ну, как-то так и было. Может, на слой и на слой и на слой и на слой, и потом... Так, я прошу прощения, видимо, у меня опять начались... Прямо с интернетом. А, на корольце 7 есть хитрый ход, а 5. Вот это я не дооценил. Слон 5, наверное. Ну да, Слон 5, мы взяли там... Это я не дооценил сразу, признаюсь. Белый, близкий к победе. Сейчас вообще-то врос очень долго. Первый и 7, один из единственных, наверное, ходов. Да, пожалуй, совсем... Здесь? Пожалуй, совсем один из. В общем, белок есть. Первый и 7 один из единственных ходов, который не проигрывает сразу. Да, я тебя прекрасно слышу, но у меня проблемы с интернетом. Дело в этом. Ну ты ничего, я время тебя засажу. Ну да. Слон 5 я видел, но я не знаю, как противно бороться, поэтому хоть пробую как-то перевести фигуры на более-менее активную позицию. Объективно говоря, мне уже нравится. Я даже хоть немного, возможно, не то чтобы... Ну не уравнил, но стал ближе к какой-то игре. Ну сейчас ладяту 8 чуть не зернул, хоть конь по 7. Но конь F4 мне не нравится вся эта идея. Побил-побил. Не знаю, мне кажется, конь F4 не приходит. Ход, ты начинаешь... Давайте идем сюда, шах над весями и уйдем на F6. Будем прятаться и будем играть на слабо. Да, то есть... Я вообще не собираюсь сейчас. Будут тебе в связи с наркутом 5 с ходом конь Е2. И еще будут тебе заговаривать, что ты уравнился по времени со мной. Да. Отличный план. Сыграю G3. Не нравится мне этот конь, там, короче, G2 или G4. Да, это все рассматривалось. Конь B3 надо играть. А, B. А, D5 я не видел. Ход не видел, а неплохой. Ну, я угрожаю разменяться очень. Исправляю структуру, мы играем ладья А1. Ой-ой-ой. А, я думал сразу ладья А1, если честно. Давай G6. Конь B7, это мы видели. Дали Е4 с кожей слонжа 4. Чернок удачно растянулась структура. Это вообще единственная А3, наверное. Не, я хочу понять, ладно, если ты выбираешь, то так он D4 и ладья А7. Вроде неплохо. Я бы сказал. Потому что Конь на D4 вообще монстр. Взяли. Сейчас такой, наверное, подземный. Ну да, здесь уже прогрессорная позиция. Да, позиция прогрессорная, но с такой связью здесь может быть еще что-то. Давай замотуй меня по 6-ой. По заказам, вроде ясно. Не очень веселая партия, если честно. Да. Ну да, то есть ты получил очень плохо, очень быстро. Потом начал как-то довольно хорошо сопротивляться. Но видимо, не знаю, может все-таки ладья D5 был не туда. То есть может опять принесет заход, я не знаю. Вместо опять ладья D8 как-то просто. Нет. Это было бить на А1 и ладья уход с линии А2. Слабый движок D5 считает, что 0.7 в пользу белых. В общем, везде ведет привет, но ничего серьезного там решающего не было в целом. Так, я вроде вызвал, но интернет конечно не радует, если честно. Так, я наверно поставлю на паузу. 3, 2, 1, продолжаем запись этого видео. Да, мы нашли мастерскую идею защиты черных в той позиции. Путем ладья А1, ладья Конер 1, не сломли А1. Да, да, сейчас. Вот в этой позиции у черных и черных не разменил. Погоди, а как? У тебя шло, на них 5 еще стоит. А, ну значит мы не нашли эту идею. В смысле, у тебя ее не было по ходам. Не, я понял, понял. Я думал, что он на G4 стоит, поэтому этой идеи нет. Ну давай следующую партию. Да, так я буду вызвал на самом деле. Не, не вызвал. Сейчас я попытаюсь что-то сделать. Так, какой рейтинг? 2,803? 2,805. Прошу прощения. Не вспомнил. Вот этот рейтинг сейчас на сайте. С практически таким же рейтингом, кстати. Я пошел, наверное. Давай, Е4. Е4, давай еще раз каракан. Не интересно. Я думал, что ты хочешь идти в каракан, типа. Ц5 я не очень люблю, скажем так, 5-ки варианты. Поэтому сейчас уйдем что-то другое вообще. Ну тогда я тоже не пойду в каракан, а получим какую-то странную защиту Феллидора. Удачную редакцию для черных ты хотел сказать? Да, я тоже не знаю. Поэтому ничего не сказал пока. Ну а вдруг, а что у меня такого плохого? Да у меня все в порядке. Еще бейный Е4 я вообще все в порядке. То есть ты намекаешь, что мне будет мат? Не будет мат. Я просто люблю отдавать такие пески. Ну честно скажу. Хорошо. Проверим. Никогда, в принципе. Сейчас D5, но я так-то и видел, чтобы не думали, дорогие зрители, что я просто поддаюсь. Но зато я знаю, что Никита в таких позициях очень слабо играет. Ориентировочно где-то на фиде 1764. Поэтому можно пробовать с ним бороться. Да. Да. Василия Борюшина революционный метод примерной оценки игры соперников в каждом из типов позиций с точностью до одного пункта. Надеюсь, что все оценят. Ладно, D5 я сыграл. Сейчас, наверное, слон D3. Да, слон D3. Да, слон D3. Вот, кстати, действительно, действительно было отличное развитие тут. Ну, подавай. ЕD и ЕС. Так, что же делать? Кунь C5. Кунь C5. Кунь C5. Слон D3 подбор. А... Почему я просто не срвался на Е7, ладно, вообще? Непонятно. Кунь D3. Не, ну не знаю, все-таки у черных лишняя фишка. Безусловно, мой рейтинг в этих позициях падает, как ты правильно сказал. Сотни-сотни пунктов. Да, эта позиция, конечно, тяжела. Очень тяжела. Слон D3 не выигрывала на месте случайно. Я не видел. Естественно, не видел. Барину надо... Да, подсчитать, нету. Так ничего нету, в принципе. Да. Оно не выигрывало, но мне пришлось сбегать кунь G8. Так что... Практически выигрывало, скажем так. Я просто загорелся одной идеей. Связанной с переменом Каяна G3. Ну хорошо, ладно. Не будем туда пропускать. Здесь, если честно, тоже игровая позиция. Ну да, в белых есть оподеленная. Оподеленная компенсация есть. Пока еще... Слон не вышел на F5. Да, конечно, что на F5 надо бить, потому что это, в принципе, если честно, элементарный код. Фигуры довольно роддер. В общем, стоят у роддера. Ну, в общем, стоят у роддера. Ну, я для зрителей скажу, что в F5 нужно играть, потому что хоть как-то бороться за перевес. Хотя с другой стороны, я вроде бы в умении плохого белопольного луна черных, потому что он будет бить на F5. Но иначе как бороться за перевес я не видел. Сейчас есть какая-то неприятная угроза ладей G8. Да, от нее защищаются. Мне кажется, дело не в слоне, а потому что... Что? Дело не в слоне, а в том, что сейчас у белок много активности. И двухкратный перерез по времени. Тоже важно не забывать об этом. Это да. И F5 не идут ставить мат. В общем, неприятная угроза. В принципе, я люблю такие тихие ходы, хотя с другой стороны, может, это можно было пробовать искать более такое агрессивное и сразу. Но с другой стороны, сейчас F6 прикован, и как защищаться очень сложно. И, наверное, сейчас Никита перестанет комментировать, буду только я комментировать. Я пытаюсь вообще просто не получить мат сразу. Это довольно непросто. Мне кажется, неплохое решение, потому что сразу это кажется здесь нет. Возможно, одно из единственных решений, в принципе. Что? 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 Я не могу ничего не считать интересного просто. B4. Ну что ж. Да. Нужно играть по всем флангам, скажем так. В кабине. Ну, воля боится немножко. Стабилизировалась. Ну, я пытаюсь отвоевать просто как-то линию E. И, в принципе, как-то косвенно это у меня получается. Ну, я хочу слава на G7 поставить. Нужен какой-то противорез. Это монстр. Просто ладья на G7 полезен. Да, неприятно. Полезен сразу причем. Да. Я отдам на G7, там ничего страшного. Что же делать? Ну, давай, да. Что мне делать? Что-то нужно забирать, скажем так. Ну, сейчас я, честно, словно G7 неплох. Так, времени очень мало. Очень мало времени. Это вот так нужно играть, что ли? Да. Хотя там у меня слабость первой, но кто его знает. Все заканчивается или нет? Не заканчивается. Пока не знаю. Заканчивается или не заканчивается. Ну, по времени, наверное, все закончится в любом случае. Ничего не нужно. Еще оценки позиции пока вопрос открыт. Так, еще как-то и очень открыт. Ферзи-1 вообще неприятно. Ферзи-1 нет в ходах, потому что я на G7. Нет в ходах, да. Ну, я просто очень сильно долго считал, что ходу Сонзи-7, которому нету, к сожалению. Так, в общем, мне сейчас придется, видимо, действительно перестать комментировать. Позиция, мне кажется, неплохая, но 11 секунд. 11 секунд. Я не вижу, что ничего. Это по-памуло. Когда не видишь, как выигрывать, надо искать ничью. Я не знаю, как ее найти, блядь. Лаги очень плохие. 10 секунд. Василий думает. Сейчас будет лишний конь. Надо быстрее брать. Ускоряться. Конь-фминь идет на f5. Надеваю ферзя. Василий не берет. Все нормально. Все по плану. Ферзь идет на e7. Предлагай... Предлагай ничью. Да. Ничья. Ввиду чрезмерной... Да, конечно. Владимир Бассейн это сила. Да. Предлагай ничью. Я пытаюсь согласиться. О, связь. Да, в общем, да. Связь, конечно. Да, интернет снова испортился. Снова ставлю видео на паузу. Размочил Василий счет. Ну, матч продолжается. Да, я сейчас смотрю там. Смотрю. Там после слона 3 минус 0.3 показывает только. В какой позиции? В 8 у тебя перевесит. Блин. Три десяток после коня 8. После слона 3. А, после слона 3. После слона 3 в мою пользу позиция? Да. Конь живой 8 у тебя минус 0.3. Забавно. Так я там не заметил элементарную тактику. Слон бьет g7. Ты вместо b4 слон бьет g7. Все побил на g7 и ферзь c3 шаг. На c5 падает. Ну, элементарная, конечно. Но не очень. В смысле, но и инчи. Там еще вроде не так плохо. Но ферзь f6, ферзь c5, ле8. Да, дело в том, что, ну, пешку просто выигрывал. У тебя плохие ф и аж в пешке. Да, да. А дело в том, что, кстати, элементарная. Почему говорю элементарная? Дело в том, что я просто зациклюсь на каком-то матовой атаке. Знаешь, я думал, что слишком хорошая компенсация. Не, ну ты почти дал мат. Да. Это все же не плохо. Ну что, давай последний, скажем так, в этом матче. Ну хорошо. Пусть будет последний. Хотя 3 очка я не наберу, даже если выиграю во втором матче. Ну ладно. Не суть. Фу, как это я выиграл? В смысле, так ты первый выиграл. Я веду полтора на пол очка. Ну да. Да ладно, непринципально. Понимаю, ты запись включил? Так, кажется, включил. Надо проверить. Да, включил. Е4. Ну идем в классические какие-то хаба. Да. Сейчас я исполню свой любимый вариант, я думаю. Фильмовый вариант? Давай, конь е5. А, не будет конь е5, да? Нет. Это у тебя конь е5, а у меня вот конь е5. Отложенный конь е5. Так, а здесь, наверное, слоны в 5 я не борюсь за победу. Это как есть защита. Просто защита тараш, а улучшенная защита тараш. Это Хэллоуин без жертвы коня. Убей на е5, что делать? Так я побил на е5 уже. У меня просто интернет, видимо, лучше было. А, я знаю. А ты исходил? Я не знаю. У меня вот эта позиция была в одной из партий в классику. Я не могу вот это укажу. Так, в общем... Кажешь! Прошу прощения. Василия слышно, конечно, довольно плохо. Надо брать на C3, мне кажется. Надо брать на C3. Заодно сейчас зрители наши увидят, как я боюсь с проблемами с интернетом в прямом эфире практически. Так, сейчас надо перезванивать Василию. Перезванивать Василию. Алло. Да, я здесь, все в порядке. Да, а ты ход сделал? У меня просто не изображается ход. Ну я конь c5 пошел. А, конь c5 ты пошел? Оригинально. Конь c5, фирджит, 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 фирджит. Обычно бьют на c3. Ты получил? У меня отложенный удар на c3. А, ну я фирджем побью. Да и бей. Вопрос в том, за что сегодня отдали двух слонов? Да кажется, нам два слона, если у нас конь директор. Конь директор. Зоопарка. Слон f3. Слон f3 идейно, идейно. Давай, сейчас еще давай. Слон b2, слон b7. И е6, каковерно? В общем, все это не проходит. Слон f3. Слон f3 это очень сильный, если честно. Ну, если честно, это совсем не сильно, но ничего лучше отсюда я не нашел. Так что? Так в смысле ничего себе не сильно? У меня сейчас нету ходов, короче. Нужно или предлагать ничью, или... Да, это сильнейший ход, как всегда. На любой позиции. Не знаю, что делать, предлагай ничью. Да, вообще в членах есть проблемы, да? Видимо. Вообще неприятная позиция. А почему слон b7 не сыграть? Еще на предыдущем ходу. А что, собственно, такого неприятного? Да вообще не за как раз боролся против слона на f3. Это, в первую очередь, слон-директор, а не кон-директор. Слон-директор всегда может изменяться на коне-директор. Да, в том-то и парадокс, и структура будет похуже, короче. Это явные проблемы. У меня сейчас шареной чуть не дернул пойти короля в хвост. Это вообще суперход. А в чем идея была? В том, чтобы стать под связку мертвую вообще. Не, ну абстрагируемся от связки. Зачем этот ход? Ну, передать осень хода тебе. Ну, это, кстати, очень полезный навык в Блице. Вот я им не владею, к сожалению, в должной степени. Да, ты много говоришь, чем не владеешь, но как минимум у меня просто безнагрожная позиция. Ходом не вижу полезной. После ладья d5 можно просто было сдаваться. Ну, я всегда... Ну, что изменилось? Ты же делаешь... В ладья d5 нужно... А в ладья d5 мне d6 нравится. Знаешь? Так, вернись назад. На d1. Замечательный план. Такс... Естественно, в паре, скажем так, сложнее комментировать. Потому что я привык больше комментариев давать, ну, как бы, по составу игры. А так в паре она немного расслабляет и ведет как-то не очень... Ну, и не так оно получается. В качестве эксперимента надо. Я думаю, что я изменю рисунок позиции. B4. Так я не против его. И взял. Ну, да, ладья на стену она такая. Да, я, видимо, все это зря сделал, да? Перерез был больше, наверное. Я думаю, да. У тебя, с другой стороны, все-таки пешка. Да, ну, да. Перерез, может быть, был и не больше, но комфортнее уж точно. Потому что здесь у черных какая-то активность началась. И коль на Е6 стал, как ты говоришь, директором сразу... Да, по стене ладья А4 есть. Силы поменялись, это я согласен. Да. Ты сейчас смотри в обморку, ладья А4, ладья А4, там матовые угрозы по туда. Матовые угрозы, но очень страшно будет. Да, но очень аргумент очень хорошо тревел. Наклевывается тут. Да, да, да. Ну, обалдей ты. Да, все-таки так. Хорошо. Так надо, давай, я всегда успею, давай. Успеешь? Наверно. Да, что-то это совсем не то. Ой! Что-то это совсем не то. Хотя я жену. В общем, довольно странно, давайте. Я 6-й. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Я думал, что ты будешь играть не ладья Жит, я думал, что ты будешь играть. Это игра на реакцию, понимаешь? Да не, я просто хотел, что я не видел, кого ладья Жит. Я думал, что ты играешь только... А-а-а-а, ладья Бет-6. Если мы нул он, не знаю почему... Я так вообще начинаю бесказаться. Надо было просто побить ладья Бет-2, и все. Да, у тебя уже 5 раз, видимо. То есть, B4 играешь абсолютно бездарно. Эта пешка явно не стоила всех этих... Да, B4 это, конечно, у тебя была реально спорная игра. Надо было по пустым. Я думаю, что король H2 был сильнейший. Вот, и потом там ланья D5, и пешка терялась, и все плохо. Угу. Ну да, да, согласен. Ну так и что, мы и заканчиваем матч? Я думаю, да. Я думаю, да. Это наш умноженный матч, когда общий счет 5,5 на половину. Ну да, почему-то вот у меня написано 6,5, но это, видимо, еще турнирная партия, считаю, вчерашняя засчитывается. Может быть, да, может быть, но мы сыграли только 5,5 на 0,5 сейчас. Ну да, матч вот закончился с таким счетом. Всем спасибо, кто посмотрел видео Мари и Василия. Я думаю, что мы как-нибудь... Я не знаю, стоит ли тебе это выкладывать совместно, потому что ты посмотри по качеству, как он перекидывал нас или как посмотри. А вот раздельное выставим, поскори, посмотри. Ну хорошо, да. В первой половине матча со связью все было более-менее неплохо. Угу. Хорошо. Все, давай, удачи. Удачи. Спасибо всем за внимание. Спасибо тебе, Василий, за матч. Всем пока. votать он. В данном случае былоXT. Маленькое соentarher можно было. Посмотрите на странице.